Так, начинаю свой влог с заказа САЗОН. На дачу мне нужна терочка. Иногда что-то потереть нужно, а терки нет. Взяла вот такой простой вариант. Не знаю уж насколько она будет хороша, но там не так часто она мне нужна, но иногда нужна, поэтому купила такую вот компактную. Что-то в районе 100 рублей стоила. Я цены забываю постоянно подписывать вам, обещаю и не подписываю. Это 100 рублей где-то. Или 80 рублей стоила. И купила вот такую вот шинковку для капусты. Давно хотела. Тоже что-то недорого было. Не помню. 100 с копейками. Выглядит вроде нормально. Посмотрим потом в действии. Когда-нибудь испытаем. Так что такой заказик. Итак, наготовила. У нас уже почти два часа. Дети ушли уже в школу. Сварила я вот такой супчик. Костя уже обедала. Вот такой вот. Оставались у меня звездочки немножко. И вот такие сердечки, макарошки. Бросила сюда. Так. Дальше пожарила котлетки. Макароны отварила. И еще у меня будут голени. Я их сварила. Ну, бульон варился. И потом я их еще в духовочке подпеку. Вот такие вкусненькие. И сделала сыр. Вот такой вот кусочек с трех бутылок молока. Я его не взвесила. Прошлый у меня получился 800 грамм. Сейчас, может, взвешу. Посмотрю, сколько вышло по весу. Молоко жирнее было. Примерно такой же кусочек получился, чем я из пяти пакетов делала молока. Молока жирностью 2,5%. И из трех бутылок того же объема, да, только жирность была 3,4% там жирности. Ну, такой корявенький немножко получился. Я делала немножко по другому рецепту. Вот. В общем, видео, которое выйдет, вышло уже, не знаю, на канале с рецептом. Тот был другой сыр, а этот по другому рецепту. В общем, я когда усовершенствуюсь, я обязательно этот тоже сниму. Но, во-первых, он надо попробовать, какой он будет. Вот. И сейчас я еще испеку хлебушек, который на сыворотке. Тоже вот руку набью. И потом уже засниму для вас рецепт. Кому интересно, пишите в комментариях. Нужен такой рецепт? Нет? Вот. Ну, хлеб реально вкусный получился. Дети вообще заценили его. Так. Так что сейчас я займусь хлебушком. Вот. Земельки надо подсыпать вот сюда в помидорчики. Все полить нужно. Вот тоже подсыпать все. Вот. Я не знаю, я на такой измене, как говорится, сажать завтра рассаду в грунт или нет, в огород. Я прям не знаю даже. Вроде тепло. И смотрю, по ночам у нас ниже 12 градусов даже не опускается температура. И думаю, может, уже пора посадить. Посмотрим. В общем, еще не знаю. Вроде и хочется, и колется как-то. Вот. Так что вот так вот. Сегодня у нас пасмурно так. Попрохладнее, чем в предыдущие дни. Но все равно тепло. Дождя не было. Хотя тучи ходят целый день, аж что-то капало, моросило. Но дождь так и не пошел. Ладно, займусь дальше своими делами, потому что времени мало. А дел много. Купили триммер электрический. Дай-ка руку. 7500 стоит. Доставай что-то. 2500 Ватт. 2500 Ватт. 2500 Ватт. 2500 Ватт. Хотела торговать. Ох, хуй. А вот этот тюбик, это там был какой-то? Это отдельно покупают, редуктор мазать. Смотри, специальный осмах. А что, провод такой короткий? Ну, ты весь провод имеешь? Ну, собирай, потом покажешь, уже собрал. Угу. Потом подходим долго. Всем привет. Приехали мы на дачу. Сразу вот открывается вид на мою альпийскую горку. Вот. Давайте посмотрим. Сама еще ничего не смотрела. Тут надо травку пощипать. Как-то вот тут в начале плоховато лук вообще взошел. Здесь хорошо. Так, петрушечка есть. Щавелька, лосица, кинза тоже есть. Рядочки. Тут вроде был дождь. В бочке вода есть. Но как-то все сухо. Так, дальше. Малина вот уже зелененькая стоит. Сейчас посмотрим. Тут тоже надо тяпать уже. В прошлый раз я так и не попрополола здесь. Морковка есть. Свекла. Ой, уже большая. Это репка. Это редька. Редиска. Она одна вообще здоровая такая. Только меньше. Салат. Салат. Крест-салат уже можно срывать. Есть. И фасоль. Так, кукуруза взошла. Правда, плоховато. Вот тут одна, тут одна. Тут нету, тут одна. Тут две, две. Две. И тут три. Плоховато, но взошла. Уже хоть что-то зато хрена вон сколько. Кстати, у меня попросили с работы выкопать, надо не забыть. Привезти хрен. У кого-то его нет, оказывается. Розочка. 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 Ой, блин, это трава. Не знаю. Пока сидит, ничего нету на ней. Я жаловалась, что у меня нет нарциссов, что просто кусты стоят. Не цветут. Оказывается, они, наверное, какие-то поздние. И, кстати, мои самые любимые. Вот такие. Я так люблю с детства. Вот эти нарциссы. Они пахнут так. Они очень ароматные и красивые. И вот, наконец, зацвели. Вот. Но все равно их нужно будет рассаживать, потому что, смотрю, для такого куста пять, четыре цветочка это мало. Там один цветочек. Тюльпаны отцветают. Вот эти тоже цветы отцвели. Ну, скоро будут лилии. Зато лилии поднялись. Скоро будут лилии. Так. Картошка. Вот тут вылезла, смотрите. Это мы... У меня несколько картошин лежало. Такие скукожиных я мужу дала. И он их первых посадил. Вот. Раз, два, три, четыре куста. Остальное уже позже сажал. Вот остальное еще нету картошки. Четыре кустика есть. И клубника, смотрите. Цветет. Мы ее подкормили в прошлый раз. Фитоспорином прям хорошо я продлила. Смотрите, цветы такие крупные. Такие вообще. Фитоспорин, чтобы не сглазить. Блин, ну, я очень довольна. Поднялась. Такие вот жирные цветки такие видно. И вся цветет. Просто вот каждый куст. Отлично. Сейчас посмотрим. Кому не нравятся такие обзоры, можете перематывать. Так. Потому что писали, что долго показываю. Тыква. Тыква вообще нету. Пусто, пусто. Там все пусто. Сейчас надо опять семена замочить. Повтыкать опять. Вот одна. Одна тыква. И картошка тут улезла прошла. Груднее. Нету тыквы вообще. Сейчас надо семена замачивать. Так. Лук-батун. Кое-кое-кое-как. Там только два редка. Тут не взошел. А этот в стрелке пошел. Что-то, блин. Странный какой-то. Укропа тоже нет. Вообще я в шоке, блин. Мне кажется, укроп уже должен быть. Так. Лук есть. Кабачки. Пусто, пусто. Две штучки. Там пусто. Три штучки только возошло. Что за кабачки, блин? Не знаю, что за семена. Это вообще кошмар какой-то. Останемся без кабачков. Петрушка растет. Лук. Чеснок. Сейчас хочу эту поднять, посмотреть. Подниму я ее. Ой, господи. Сейчас подниму, а то не думаю. Огурцы. Вот они уже какие у нас. Зашли тоже, чтобы на травку подергать. И смотрю капусту. Где я только что видела. Ой, пока она вырастет. Кошмар. Надо было раньше сажать. Ну и бусинь. Не будет, не будет такая. Неважная такая. Так, яблонька цветет. Смотри, три цветочка. На яблоньке. Это еще не зацвет. А, и Кирилл. Это еще не зацвела. О, ирисы. Что-то я мимо ходила. Ирисы вот эти коротенькие зацвели. Тут тоже нарциссы. Цветут. Тюльпаны еще будут тут цвести. Смотрю. Те уже отцветают. А здесь получится зацветут наоборот. Ну, хорошо так меняются. Тут у нас что? Помидоры. Ой, траву еще забила. Надо будет открыть этот. Траву подергать. Ну, есть. Помидоры есть. Так, эту хотела вам показать. Смородина, смотрите. Красная. Цветочки есть. На ней. Роза есть. Так. Тут у нас что? А вот какие-то цветочки тут повырастали. У меня это, по-моему, зорька есть. Сожалуйста. На ежевике бутончики уже есть. Будет свистеть. Тут смородина тоже растет. Черная. О, и тут у нас Алена. Надо на солнышко. Ой. Сейчас на солнышко. Ален, в прошлый раз посеял, а вот он растет. Вот так вот за неделю такие результаты у нас. Тут замочила арбузы дыней. Завтра будем сажать. Сейчас еще тыквы замочу. Собрал триммер. Из минусов короткий шнур. Вот такой. Могли бы по длине сделать. В комплекте был ключик и щетки, да? Надо же проверить. Тяжело проверить. Ой, мамочки. Работает. В конце длины их оставили. А, стоп. Знаешь, почему оно не подрезало их? Потому что я защиту снять даду. А, они должны были сами отвалиться? Ну да, вот нож тут вот. Оно, когда длинные через верханцы срезают их, чтобы оно одинаково будет. Вот, вот все, вот все. Смотри, они отскочат, честно. Все. Все. Так надо. Я говорю тебе. Это так надо. Оно отрезалось по размеру, как нужно. Все, косите. Я не буду. Сейчас я к обеду быстренько сделаю рулеты. С этого. Вернее, не рулеты, а конвертики из лаваша. Вычитала рецепты в интернете. В принципе, туда можно всю зелень. Главное, щавель туда можно. Я именно искала блюда со щавля. Потому что его много. Вот щавель, зеленый лук, петрушка. Отварные яйца туда пойдут. И сыр. Сыр сейчас я достану. Где у нас сыр? Домашний слой. Вот. Сейчас сделаю. Потом в лаваш заверну. В яйце обмакну. И на сковородочку. В общем, так вот. Такой рецепт. Домашний слой. Домашний слой. Домашний слой. Домашний слой. Домашний слой. Домашний слой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снизу хотел получше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас покажу еще один стол сделал Мы сегодня за ним кушали уже на улице Вот такой Но тот он больше как для Для еды Делает, а этот он сделал Ну, такой рабочий Сказал, работать будет А я высаживаю рассаду Туда решили мы высадить Сейчас погода такая как раз оптимальная Не жарко, не холодно Солнце не шпарит сильно Решил высадить Вот пока Сережа мне делал грядки Я успела потяпать Пополола Порыхлила Тут не рыхлила Потому что не видно Где что тут Боюсь, что стяпаю этим Лук Устала уже Тут и на корточках сидеть Давайте начнем сначала Тут у меня базилик Тут такой пободрее высадила А там чуть-чуть такой мелочи Повтыкала Что примется, то примется Тут у меня острый перец Я его отдельно Подальше от болгарского сажаю Чтоб не опулялся Тут один сорт баклажан Посадила Тут вот эту пекинскую капусту Не знаю, что с ней будет Будет что-то, будет Нет, значит нет Такие, которые побольше Нашла Вырвала сюда Посадила А остальное там под забор кинула Пусть валяется Тут болгарский перец у меня пошел Тоже один сорт Вот эти осталось мне высадить Перцы Там у меня баклажаны тоже И получается тут Тоже как бы не очень близко К острову В шахматном, да, в таком порядке Пойдут сейчас Болгарские перцы Вот, устала уже Вот в лунки сыплю Нитроамофоску И яичную скорлупу Измельченную Заливаю водой И сажаю Вот Потом сверху не поливаю Только в лунку Вот В общем, так Дел полно Хочу еще потом Помидоры Мы привезли Которые Такие пободрее Побольше Помидоры Высадим их А маленькие еще остались Там в квартире В следующий раз Их привезем Высадим Вот Ну, мне кажется Погода нормальная Я посмотрела По этому По прогнозу Ночью Температура Не опускается Ниже 10 15-12 градусов Вот так вот Мне кажется Нормальная уже Высаживать Для рассады Иначе потом Жара вообще будет Мне кажется С 1 мая Такая жарища пойдет А сейчас оно как раз Примется Солнышко Не печет Потихоньку Потихоньку Примется И пойдет расти А потом уже Пусть будет Жара Потом эту Тепличку Польем И я Накрою Сейчас у нас Только 3 часа дня Пусть пока Постоит подыш Потом Полью И накрою Че ты Кирилл Здорово А Папа будет Рыбу коптить Скумбрию Купили Замороженную Я ее сейчас Замариновала Она просолится В соленой Такой водичке И будет коптить Че-то захотелось Так Копченой рыбки Вот Ну я сейчас Засажаю Перцы Не знаю Помидоры Потом не сделать Грядку Там надо Поравнять Все хорошо Пока будет делать Грядку Я пополиваю Отсюда Начну Поливать Так что Так ладно Пошла дальше Сажать Все Да Сажала я Перцы Надеюсь Будет расти Куда они Денутся Так Сейчас я пойду Передохну И займусь Поливом Огородной Потом надо Все вот эти Баночки От рассады Перемыть Ну как перемыть Сполоснуть просто И перебрать До следующего года Ну вот Короче Короче Работаем Потихоньку Пока занималась Огородом Забыла Что Забыла Вспомнила Что Забыла Снять Как Коптим Рыбу Она уже Скоро Докоптится Такая у нас Коптильня Самодельная Сам делал Вот Мы уже Когда-то Коптили Искундрию Еще что-то Мясо Коптили Что Потом Покажу Вам Она Получается Такая Развалистая Скумбрия Горячая Копчение Но Все равно Вкусно Я Полила Весь Огород Помыла Все эти Баночки Стаканчики Убрала Сейчас Поставила Чуть Пару Картошечек Отвариться Чтоб С рыбкой Покушать Вот И все На сегодня Уже Все А Помидоры Посадили Еще Показываю Что-то капает Опять Что-то капает Вот так вот Посадили Помидоры Что-то Решил докопать Пахнет Нормально Вон Отваливается Да Белая Горячая Надо что-то взять Вот так Как внизу Были щепки Не щепки Ну щепка Какая разница Пахнет так Это прям Вообще Чуть Негр Третий Доброе утро Вы представляете Я всю ночь Не спала Думала О своей рассаде Переживала Думала Ну как Может холодно Или что Снился Мягород Всю ночь Сейчас Семь утра Я вскочила Прихожу Слава богу Баклажаны Вообще Они вчера Чуть ли Вечером Не лежали Такие Завявшие Были Сейчас Бодрячком Стоят Все Даже Капуста Это стоит Тоже Вчера Лежала Все Сегодня Зак приподнялась Прям Сегодня Надо фасоль Сделать Эти опоры Для нее Пошлите Посмотрим Сейчас Вот Помидоры Тоже Бодрячком Стоят Все Хорошо Все Стоят Да не холодно Сейчас я вышла Даже Вот Кофту Надела Но все равно Не холодно И ветра Нет Вчера Ветер был Фу Я больше всего За баклажаны Переживала Но перцы Они такие Они были Бодренькие А баклажаны Вчера вечером Я вот Уже темнела Вышла Они вот Лежали Прям На земле Завявшие Сейчас стоят Все Слава Богу Сейчас пойду Завтрак Приготовлен Сегодня К обеду Передают дождь Нам надо Успеть Посеять Арбузы Дыни И тыквы Еще Носеять Чтоб Уже Это Господи Ну Потом Потом пусть Дождь идет Поливает Вот Клубничку Вчера тоже Вечером полила Мне кажется Она на глазах Прям растет Какая-то Высокая Такая стала Поднялась Вот Вчера и картошку Поливали Тоже Ой Нарциссы Вообще Красивые Класс Ладно Пойду Завтрак Приготовлю Мои Спят Сейчас И потом Уже Завтрак Выйдем В отбор Я тут Занималась Уборкой Убирала Пыль Попротирала Везде Вещи Пособирала Тут тоже Занавеску Вот эту Постирала В общем Прибрала Сейчас пойду Мне надо Срезать зелень Лук Петрушку Щавель Ой И Это Для фасоли Палочки Подвязать Прибить В общем Запуталась В словах Опоры В общем Сделала Для подвязки Фасоли Серега Там Сажает Арбузы Да и У нас Время Уже После обеда Пообедали Мы Серега Сейчас Масло В машине Меняет А я тут Поливала Все Сейчас Хочу Крест-салат Нарвать Потому что Он В таком Состоянии Самый вкусный Потом он Начнет Уже Цвести Я его Прям с корешками Вырву И подсею Сразу же Ну я не весь Там Спилил Сергей Ветки Вот тут Торчали Помните Такие Дичка Это Сливы Кирилл Вынес Я вынесла Эти Ветки Сухие От малины Срезала Потом Тульпаны Тульпаны Пообрывала Все Отсветшие Тоже Вынесли Туда В эту В посадку Все Пополивали Посадили Вот Он тут Стол Этот Покрыл Не знаю То ли Лак То ли Какая-то Морилка Вот так Вот Сделал Вот В общем Потихоньку Шуршим Туда-сюда Я в подвал Залезла Посмотрела Что там Эти Тыквы Оставались Пропали Все Выбросила Тоже Сейчас Нарву Этот салат Посмотрю Или рядочек Прям вырву Наверное И тут же Сразу Его Посею Еще раз Ну Считайте Две-три Недельки Он еще Подрастет На смену Вот Тут Получается У нас Салат Этот Как он Называется Господи Такое название У него Красивое В общем Когда Посмотрим Может Сейчас Сяду Чуть-чуть Хоть Пару рядков Прорежу Посмотрим Три-три 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok